Девушки отдыхают учёного историка-географа, я подчёркиваю историка-географа, а не просто историка, и как это складывалось на протяжении моего детства. И учился там в школе. Надо сказать, что к школе у меня довольно быстро сложилось крайне отрицательное отношение. Потому что меня заставляли учить совсем не то, к чему я был способен, а вещи, которые мне никогда в жизни и позже не пригодились. В лагере я не мог устроиться, там было много работ в лёгких библиотеках, но поскольку я никого не предал, то у меня была вторая печаль. А это значит, что только на тяжёлые работы. Ну и поэтому меня выводили за пределы лагер. Я не знаю, в чём смысл жизни. Смысл моей жизни был в том, чтобы восславить и восславить кочевые народы Афии, которые я искренне полюбил. Решил заняться наукой. У меня были книги, и я захотел написать историю гуннов. Но могли же в любой момент отнять мукопись. Поэтому я обратился к копию полномоченному, это самое высшее начальство, и спросил разрешение. Он ответил, подумаю, но так как думать он не умел, то он откуда-то пошёл, у кого-то спросил. Вернулся и сказал, гуннов можно, стихи нельзя. Я требовала, чтобы я признался в чём-нибудь. В чём? Это был мой выбор. Но я не мог быть шпионом, потому что я никогда в жизни не видел ни одного иностранца. Так что я мог быть только или термористом, или заговорщиком. Ну, это мне и вклеили. Но потом, когда выяснилось, что я абсолютно ни в чём не виноват, на трибунале, мне дали 10 лет, но прокурор отменил постановление за мягкостью. А за это время меня свозили на Беломовский канал, где я пилил лес и поубил себе ногу нечаянно. И в это время меня вызвали в Ленинград, для того, чтобы вывести новое следствие и восстрелять меня. Я был так счастлив, потому что, по сравнению с лесопровалом, та судьба кресты, в которой я сидел, казалось мне кусочком вая на земле. Тепло, дают и баланду. Можно лежать или сидеть. Лежать можно было только под лавкой, конечно, потому что она запрещалась лежать на лавке самому человеку. И надо было прятаться на чужие ноги, залезать под лавку, и там можно было лежать. И вот тут я стал думать. Думать, я меньше всего думал о своём деле, и о том, что они придумают, восстаняют меня или нет. Это меня не интересовало. Меня интересовала история. Он стоит предраскалённым горном, Невысокий старый человек. Взгляд спокойный, кажется покорным От мигания красноватых век. Все его товарищи уснули, Только он один ещё не спит. Все он занят отливанием пули, Что меня с землёй разлучит. Кончил, и глаза повеселели. Возвращается, блестит луна. Дома ждёт его в большой постели Сонная и тёплая жена. Пуля им отлитая просвищет Над седой и северной длиной. Пуля им отлитая отыщет Грудь мою, она пришла за мной. Упаду, смертельно затаскую, Прошлое увижу наяву. Кровь ключом захлещет На сухую, пыльную и мятую траву. И Господь воздаст мне в полной мере За недолгий мой и горький век. Это сделал в блузе светло-серый Невысокий старый человек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...